Дорогие мои телезрители, снимаем для вас. Рады вас приветствовать. Заходите на Огонёк. Хочу записать последние новости. Значит, последние новости. Собраться не могу с мыслями. Также Дима перешёл на новую работу. Он работал на сплаве инженером по ПТО. Проверял детали на техническое соответствие размеров, объёмов, качества и так далее. Сейчас он перешёл на новую работу. Я у него спрошу, можно ли рассказывать, где он работает. Он работает, конечно, я уже говорила, что это стройка, это большой объект. Он тоже работает инженером. Но график работы пока непонятный. Он работает на субподрядчика на этом объекте. То есть там есть подрядчики, субподрядчики. Но это такая система. И график, конечно, дикий. Сегодня он пойдёт третью ночь, третий раз подряд в ночь. Третью ночь подряд. И самое, как бы, на этой работе самое, как это сказать, самое трудное вообще, самое неприятное, то, что он приезжает с ночи где-то в час, пока он кушает. И он уже к семи должен выходить на машины, их развозят служебные. Он должен выходить. То есть сна полноценного нету. Он спит урывками. Обещали график день-ночь отцепной-выходной. Но пока этого графика нету, потому что людей ещё не набрали полноценно. И пока людей не хватает и гонят сроки. Ну, то есть, как на любой работе, обещают небо в алмазах. А в итоге есть свои, конечно, нюансы. Я надеюсь, что в ближайшее время коллектив весь подойдёт к начальству и объяснит, что в полярную ночь в Мурманске так работать невозможно, что, ну, никто не выдержит это. Либо болеть будут, либо уходить с работы будут. Дима, он у меня ответственный, пунктуальный. И я знаю, что он спит сейчас неполноценно. Ему такой сон, ему мало такого сна. И он спит в напряге, готовый всегда подорваться. Вот, я переживаю за него. Он уже получил трудовую со старой работы. С ним, конечно, попрощались. Было всем жалко, что он уходит. Я в понедельник пойду за талончиком гинекологу, к врачу, как мне надо было. Я оттягиваю этот момент как могу, потому что я ненавижу этого врача. Вот есть врачи, вот стоматологи, люди не любят к нему ходить. Я нормально, главное, чтобы деньги были, потому что к бесплатному я не хочу ходить, в очтерядях сидеть, там талончики. Ну, конечно, если придётся, то я пойду. Но я имею в виду просто, что вот к стоматологу я бы хотела к платному ходить. И мне нормально это. То есть у меня нет такого какого-то судорожного страха. Но, блин, гинеколог – это для меня отличное пространство. Для меня это так стеснительно. Я так, блин, короче, я до последнего оттягиваю. Но я понимаю, что оттягивать нереально. Вот, я выкладывала влоги, делила один день, я там снимала, делила на несколько дней, выкладывала. Но ничего особенного, капитального, что-то такого сверхъестественного у нас не происходило. Если что-то происходит, какие-то прогулки или ещё что-то, то я обязательно это снимаю. Вот, так что, наверное, новостью ещё будет то, что я связалась. Мы вышли на связь друг с другом с подругой, с которой я ссорилась. Я выкладывала об этом видео до отпуска. Я не попала на её свадьбу. Но, честно сказать, уже я такой человек, вот, наверное, это противная какая-то черта во мне, что если я вырываю человека из своего сердца, да, мне это больно, но я это делаю один раз и навсегда. И уже такой близости какой-то не получится, уже такого доверия. Даже если я начну общаться, то потом при любом случае я вспомню всё, что было, оно опять накатит, и я опять пропаду. То есть, к сожалению, уже того, что было, уже нет. А может, оно и не нужно. С возрастом для меня достаточно поверхностного общения. Привет, как дела, всё нормально, в общих чертах, дети растут там, мужья, замужем, может быть, на какие-то общие мероприятия. Больше как-то, честно, углубляться в чьи-то проблемы, в чьи-то переживания или углублять кого-то в свои переживания я не хочу. Мне достаточно, что я общаюсь с близкими своими, родными, с мужем, с сёстрами. Для меня этого достаточно, честно. Может быть, это какой-то период, это временно, но сейчас мне этого вполне достаточно. И я ещё общаюсь с вами, это тоже очень много даёт. Кажется, как будто бы, да, я сижу и общаюсь с камерой, на камеру смотрю. Но на самом деле, это как мой дивник, я выговариваюсь, и у меня не остаётся за пазухой каких-то недосказанностей, что ли, и мне становится легче. Я буду держать в курсе дела, что будет с Диминой работой. Я надеюсь, очень график наладится. Есть, конечно, свои плюсы, там их кормят. Это не высчитывается зарплатой, их кормят бесплатно. Но Дима мне так описывал, как их кормят, суп-крем, там рис с гуляшом. Я думаю, ой, как классно, как здорово их кормят. Он мне как-то принёс, там были лишние порции, он в контейнерах, им в контейнерах дают. Он принёс попробовать. Ну, честно говоря, конечно, домашняя еда намного лучше. Вот. В принципе, это последние новости. Вот. Я надеюсь, вам понравился мой макияж, который я сделала. Я решила, пока я красивая, записать вот такой влог. Если что, пишите комментарии, пишите свои вопросы. Может быть, я сделаю рубрику «Ответы и вопросы». Пишите под этим видео свои вопросы, какие у вас есть. Любые. Как монтирую, о чём снимаю, или ещё какие-то вопросы. Любые, какие вы захотите, задавайте. Я никого блокировать не буду. Я отвечу на все. Обещаю. . ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА . Продолжение следует...